Всем привет, братва, меня зовут Гера и Дима Егоров на этот раз мне задал аж 10 вопросов, на которые я попытаюсь сегодня ответить. Да, это были на спорте, тут Роц, Рома, ФК Деньги, ФК Реалити и какая-то еще команда, точно не помню какая, но какая-то была. Все началось с того, что мне написал Сослан и позвал на тренировку, на тот момент я был проездом в Москве и я залетел на тренировку и на протяжении всего нахождения там меня не покидало ощущение, что я действительно там нужен, что меня там ждали. Когда ты чувствуешь заинтересованность главного тренера в тебе, это очень сильно мотивирует и вдохновляет и соответственно тебе хочется дальше продолжить путь с этим тренером и с этой командой. Как я уже говорил, удивил очень уровень тренировок. Да, я был всего на двух тренеров, но мне было этого достаточно, чтобы сделать такой вывод, что тренировки на спорте приближенные по уровню к тренировкам в академиях. Я был в Академии Краснодара около полугода, я видел как там тренируют и вообще какая программа тренировок и поэтому могу сделать такой вывод. Эти выводы не просто так, я откуда-то взял, там все пишут, ты был всего на двух тренеров, как ты можешь делать вот такой вывод. Ну вот так, я же сразу вижу там какие тренировки, какие там упражнения, как ведет себя тренер. Поэтому я думаю, что я могу сделать такой вывод. А и посудите сами, почему там, например, Коваль ходит на тренировки на спорте или тот же самый Пантера, потому что им реально нравится. Да, Денис Иванович, безусловно, крутой тренер и в прошлом выдающийся футболист, но он, знаете, такой старый закалки тренер. Я ни в коем случае еще не хочу его обидеть как-то, просто у него вот такой подход. Да, я был всего на одной трене и возможно глупо так судить по одной трене, но я сужу, потому что видел. Вот, а у Саслана, когда я пришел с первой же тренировки, были даже пару упражнений, которых я вообще не знал, как делать. Я там ошибался, а не туда бежал. И это же круто, когда ты опознаешь для себя что-то новое. И вот это меня в первую очередь и зацепило. Да, сейчас информация для тех, кто пишет продажный, продался, ушел за бабками. Пацаны, на спорте у меня пока что контракта нету, но по той причине, что все контракты будут заключаться в марте и, соответственно, и со мной. Я не сказал, что это не мой формат, я сказал, что на данный момент это немного не моя история. Бродсы одни из самых крутых типов вообще. Я и сам их смотрю, но чтобы участвовать в этом всем, на данный момент реально не моя история. Они мне написали в инсту, я спросил у них, какие у них вообще планы, что они будут делать. Они мне ответили, что упор будет на челленджи и я так понял, что полноценных тренировок можно не ждать. Я им ответил как есть, что так и так, пацаны, спасибо вам за приглашение, но сейчас мне необходимо немного другое. Они мне пожелали удачи и мы просто остались на должном. Теперь, что касается Амкала, здесь история немного подольше. Честно, в первую очередь смутил тот факт, что до того, как мы не начали писать Геру, давайте Геру, вам кал. Со стороны Германа я никакой заинтересованности к себе на проекте не чувствовал. И только после того, как началась шумиха в комментах и вы подняли бунт на корабле, Герман мне написал, мол, привет, за тебя очень круто топят в комментах, давай залетай на ролик. Я сначала подумал, что, блин, прикольно, можно, а потом подумал тщательней и понял, что, блин, Герману я так по факту и не нужен. А вот эта вся идея с роликом, это только лишь из-за ваших комментов. Если бы нужен был, то взял бы сразу, но по их мнению, в финале я занял предпоследнее или даже последнее место. Поэтому я выбрал ту команду, где меня ждут и в которой я чувствую себя нужным. Ну, главная цель, я думаю, конечно же, взять МКС. У нас очень серьезная банда и я думаю, мы одни из первых, кому реально под силом это сделать. Да, конечно, у нас с братом есть одна очень крутая идея. На моей памяти такого контента еще не было в медийном футболе. Это будет большой проект. Не буду раскрывать все карты и говорить, что это. Но это будет то, в котором каждый пацан, мечтающий стать футболистом, узнает себя. Да нет, в принципе, я всегда делал все сам и двигал свою музыку как-то своими путями. И опираясь на свой опыт, я сделал вывод, что если музыка реально хорошая, то она найдет своего слушателя даже при каких-то минимальных там вложениях. А если не очень, то хоть ты там всех блогеров позови, там, скупи всю рекламу тиктокеров, вложи нереальные бабки, она не стрельнет. Нет, но в день после тренировки ночью я сижу в номере, и мне приходит смс от Сани. Прочекал твои треки, прикольно делаешь. Я такой, о, круто, спасибо. Потом мы пообщались, в общем, о музыке, о лейблах, я там спросил кое-чего у него, и он дал мне реально пару дельных советов, за что ему спасибо. А насчет предложения какого-то, нет, он мне ничего не делал. Спасибо, Дима, интересный вопрос. Я думаю, да, почему нет. Другой вопрос, если бы я играл за Амкало, потом бы перешел на спорте и забил бы Амкало, то тогда я бы, конечно, бы не праздновал. Ну а так, почему бы и нет, но сначала же забить еще надо. Так, Дима меня набрал и сказал, что так и так, расскажи, откуда ты, коротко, как пошел на футбол, откуда взялась музыка вообще, ну, и придется это сделать, почему бы и нет. Я из города Пятигорска, это Ставропольский край, это где Жорик Вартана, вот эти Наша Раша, все дела, посаженные приоры, вот я отсюда, короче. Но это было в прошлом, конечно, сейчас уже такого нет. Как я связал свою жизнь с футболом, с самого детства я видел в своем доме мяч, потому что у меня и дедушка занимался футболом, и папа, и брат, поэтому всегда я был тоже с мячом. В 7 лет я пошел с дюшер номер 6 у себя в городе, начал заниматься, и примерно где-то в 13 лет, в 14, я попал в Академию Краснодара, но после полугода нахождения там, у меня была серьезная травма, разрыв связки приводящий, вот здесь, которая находится. И я выбыл просто на 2 года, на 2 года я выбыл из футбола, а это был как раз-таки переходный возраст, когда выпускались уже, либо ты идешь в дубль, либо нахуй. Так и есть. И куда я пошел? Ну, соответственно, я выбрал второе. На самом деле, есть такое чувство, что я как-то предал свою мечту, потому что я вообще не умел ничего делать, кроме футбола. Вот хорошо я умел делать только одну вещь, это играть в футбол, и все. И мне больше не хотелось ничего делать вообще. Я вот прям мечтал стать футболистом, вот, не знаю. Я там засыпал и представлял, ну, мне сны снились, типа, я забиваю гол в лиге от чемпионов и бегу вот к болельщикам, и вот как это все будет. Ну, это же мурашки, тупо мурашки. И, в принципе, я мог попробовать после травмы, после вот этих двух лет восстановления, опять попробовать как-то себя в профессиональном футболе. Но, не знаю, что-то пошло не так, и я начал заниматься музыкой, начал писать песни. У меня нет музыкального образования, но, короче, кто хочет, тот все найдет, на ютубе все есть. Я сам пишу музыку, сам свожу песни свои. Мне тоже это безумно нравится, но все равно футбол всегда был как-то на первом месте. Вот, я мог пойти играть раз пять за день в футбол, наверное. Вот, только покушать домой и обратно на стадион, и ты там всякие игры играешь, даже просто ты набиваешь уже кайф. Вот такие дела, Дима. Там еще один вопрос, от Дима подъехал, как вообще завелась идея, завелась идея, есть такое, появилась идея совмещать футбол и музыку. Но, вообще, у меня всегда так было, что футбол и музыка, я минимум три раза в неделю здесь у себя в городе играл на LFL. Вот, поэтому я всегда хотел, чтобы футбол остался в моей жизни. Хоть на таком уровне, на любительском, все равно, если ты любишь эту игру, ты будешь играть. Если ты относишься к ней, вот те, кто пишет, ты за деньги пошел. Пацаны, если бы я за деньги, если бы я любил бы футбол из-за денег, я бы бросил его, наверное, в лет 10 уже, когда понял, что какие к черту деньги. Я также искренне и по-детски люблю эту игру, как и, я надеюсь, многие из вас. Так что, футбол всегда будет в моей жизни, я надеюсь, пока мне позволит это по здоровью. Ну чё, увидимся, с вами был Гера. Если хотите видеть еще раз меня на канале Кудима, может, там какие-то новые интрижки появятся. Наберемся.